всем привет хочу сделать коротенький обзор по бритве купленные на сайте бритва опасная рф мастер который изготавливает эти бритвы кононов вячеслав вот что хочу сказать принципе бритва мне понравилось дошла она до меня за семь дней до столицы вот по качеству принципе как-то достать в принципе принципе качество меня полностью устроил вот данная модель к она значит сделаны из шаха 15 ручка ручка у нас урок буйвола вот сейчас постараюсь вам показать как то еще это и общение обзорщик но вот как-то все-таки решил откликнуться на пожелание вячеслава отзыв покупатели сделать вот такой вот лезет соню такой со спиночкой такой немножко изогнутый вот ну в общем то блин не знаю видно не видно клеймо не стоит сейчас так вот постараюсь снять вот клеймо ну и там роспись соответственно бритва просто в масле объясню потом почему вот шаха 15 бритва так скажу не маленькая такая увесистая и вообще я с бритвями дело не имел и поэтому но не знаю правильно делать вообще обзор тоже не умею вот но в общем вот хочу сказать что бритва сама мне понравилось по качеству изготовления ну просто считаю что не знаю кто держал наверное такой вот медицинский инструмент в руках вот именно насчет стали да то есть вот по таким тактильным ощущениям этот чем-то схожий материал вот ну по деньгам там можно все на сайте посмотреть не буду объяснить сколько чего этого стоило скажу одно что за эти деньги принципе но вы купите наверное может быть более-менее какую-то сносную немецкую бритву да но это обычно будет штамповка там ничего индивидуального в ней не будет а тут ну как бы все таки это штучная работа каждая бритва много разная вот побрился и уже два раза раньше никогда не брился вообще опасными бритвами вот конечно боялся и остаться без ушей так сказать и без носа но вот два раза туда побрился странно что не порезался вот как все это у меня получилось потихонечку не спеша до времени это забирает довольно таки много это не и станком бриться нужно какая-то сноровка опыт то есть я ставил суд как-то потихонечку так вот к этому делу себя приучить вот а почему масле до после но пока опять же наверное это будет относиться к вопросу качества а может и нет не знаю а вот здесь вот появились сейчас открою появились такие вот пятнышки коррозии как бы вот не знаю будет ли видно нет в общем у здесь вот с двух сторон и тут тоже самое что отсвечивать на не видно будет и резки что ну в общем он не это не суть важно появились тут пятнышки это после первого бритья наверно брился там целых полчаса у бритва была в воде мокрая и я когда ее стал после бритья протирать у заметил эти пятна вот окисление так сказать сначала думал что это просто смаз какая-то в этом месте тому что выступил от да где тут не шайбы тут да нет оказалось все таки это коррозии я понял что этот металл к себе требует такого ухода вот нельзя так просто как бы относиться да там ну побрился там чуть тряпочка протер чуть-чуть и бросил нет надо вот наверное все таки и как-то и силы не каждый день его тем более пользуйтесь а я бреюсь ну раз три дня наверно четыре может даже вот поэтому надо следить за этим делом если хотите чтобы она вам долго прослужила прослужит она долго это точно вещь такая хорошая ну что еще по заточки да по заточки первый раз когда и ну ты я ничего с ней сначала пирос не делал просто достал вот чехольчика который был комплекте и все стал бриться пытаться так скажем ну скажу что бритву мне показалось туповатый потому что ну как бы она цепляла волос был похоже на бритье этот тупым станком и в общем я борелся первый раз вот такими движениями даже по каким-то полу такими круговыми да вот так вот потихонечку потихонечку то есть за один проход я не мог снять там сразу прям все волосы с того места до который брил как-то вот решил второй раз и подправить на ремне ну вот и второй раз уже когда брился уже второй раз это ну как бы мне показал что да уже немножко легче пошло бритье но зато я получил так сказать таки микрон эти как по резике на лице ну какие-то неровности там может выступают на коже то есть она стала срезать лучше так скажем да волос тот же но и все что попадается на пути так сказать поэтому по это не то что лет претензии что она была там тупо или что-то такое нет каждый наверное выбирает остроту бритвы наверно для себя вот то есть индивидуальный такой вопрос у кого-то жестче щетина у кого-то мягче вот и соответственно острота бритвы каждый каждому нужно своя вот вот и на ней все по этой бритве спасибо еще раз вячеславу бритвы доволен как бы желаю ему всяких всяческих творческих успехов в дальнейшем чтобы это дело у него развивалась вот и количество покупателей росло ну в общем то все спасибо за внимание всем пока